так и вот можно подвести некоторые итоги нашим всем изысканием по извлечению чистой культуры шампиньона хороший я выбрал именно вот такой ракурс вот обратите внимание вот в этом месте видите какого цвета пластинки у шампиньона здесь немножко такой замокший немножко такой состаренный видите темно-коричневый а вот здесь видим такой ну розово какой-то фиолетовый или такой оттенок вот здесь мы видим такой цвет вот что интересно что меня интересовало вот именно сбор вот этих шампиньонов показал мне или объяснил мне вот это тоже такое явление нужно отметить что канал смотрит множество людей некоторые из них профессиональные грибоводы но не сильно они разбежались комментировать нам давать подсказки скорее больше критикуют так вот к ним такое вот обращение я фактически не занимаюсь шампиньонами я занимаюсь вешенкой в основном вешенкой и другой там экзотикой шиитаки рейши вот и тут пришлось так вот захотелось поиграться по многочисленным просьбам телезрителей хотелось поиграться вот действительно шампиньоном по введению чистой культуры и сделали мы это все как на камеру и вот мы видим вот такой такое явление специфическая такая картинка есть у шиитаки при выращивании мицелия он покрывается такими коричнево-черными пятнами что говорит о том именно что это именно мицели шиитаки то же самое происходит интересненько так с мицелем шампиньона видите оттенок который в пробирке приблизительно того же цвета как вот цвет вот той шапочки которая находится сзади вот хороший такой вот мицелий очень активный видите вот такие дает точки потом смотрим дальше ну те что сзади вот я поставил одну так на передний план и две такие три вот на этом заднем это по 80 вот мицелий ну это вот видите да для примера то есть 80 он какой-то степени поглощает цвет агаровой среды она была более темного цвета со временем с с развитием от мицели она становится все светлее и светлее но вопрос остается открытым как извлекает он эти питательные вещества из глубины этой питательной среды ну это мы оставим теоретиком кто знает пусть нам подскажет а вот здесь видим ну они стоят на заднем плане потому что здесь немного бы они были инфицированы каким-то бактериозом видим та же самая картина такой розово-фиолетовый оттенок и очень мощное зарастание я вообще вижу очень такой вот жгучий кутами цели нити огонь вот здесь было еще хуже и вариант здесь уже видим тотальное заражение бактериозом но бактериоз обычно заканчивается тем что он какое-то время поглощает питательные вещества но его такой цикл не не длительный потом он подсыхает и на этом фактически его жизненный цикл заканчивается он скорее всего ну вот то что я наблюдал он не образует спор и фактически потом мицели покрывает все равно вот эту поверхность если из этого емкости потом взять этот мицели он будет уже в дальнейшем давать тоже чистую культуру ну и четвертый вариант здесь тоже было инфицирование но здесь произошло то что я вам рассказывал набирая набрались терпения но стояла сначала в инкубационной температуре потом и перенес уже в холодильник на хранение потому что вижу что он сильно растет и смотрите что происходит в этой пробирочки вот видите полностью он покрыл даже те зоны где был инфицирован вот видите этот такой вот цвет который очень похож на цвет оттенок вот что на шапке вот у шампиньонов на заднем плане ну и таким вот образом вот мы получили мицели шампиньона довольно таки все просто вы посмотрите просто весь цикл от начала до конца ну да это они еще не не вообще конец конец будет какой-то в том случае когда мы уже увидим шампиньоны выращены из этого мицели но это уже будет совсем совсем другая история вот так вот вот Продолжение следует...